15 апреля. Трепятствие. Доброе слово, что сотовый мед, душу оно усладит и тело исцелит. Я чувствовала себя ужасно. Думаю, я больше никогда не буду участвовать в вокальном конкурсе, говорила Рози. Своим друзьям после неудачи нашел талантов. — Ну же, Рози, перестань. Тебе не стоит так сильно расстраиваться. Это такой пустяк. Ты скоро обо всем забудешь, — сказала Рэми. — Она права, — добавила Аида. — Может быть, в следующий раз у тебя получится лучше. Твой опыт — это ничто не по сравнению с тем, через что пришлось пройти мне. Когда я проиграла школьный забег. Кроме того, что я потянула ногу, я чувствовала себя так унизительно. Но я ненавижу выглядеть ранимой. И ты не должна такой быть. Ты всегда можешь делать лучше, — добавила Дана. — Лидия тоже поделила свои истории. Если говорить о поражениях, со мной такое тоже случалось, — сказала она. И подробно рассказала об этом. — Рози старалась слушать. Но потом начала рыдать. — Я только что опозорилась. Мне ужасно, унизительно. Сегодня все идет не так, — кричала она. Но ты уже ничего не можешь исправить, — нетерпливо ответила Лора. Все, что ты можешь перестать быть глупой. Ты не можешь ожидать, что всегда будешь лучшей. Кроме того, у других людей тоже много талантов. Тебе не стоит вступать в борьбу за первое место, если ты не можешь справиться с риском проиграть. — Ну же, — попыталась сменить тему Дана. Давайте поговорим о чем-то более приятном. Забудьте о проблемах. Лучше поговорим о нашей встрече в воскресенье. Пока подруги продолжали говорить о разных вещах, Рози никак не могла успокоиться. Она понимала, что старается изо всех сил. И хотя она считала все советы своих подруг очень полезными, они не очень помогали. Кроме того, она расстроилась из-за того, что их подвела. Ей казалось, что никто на самом деле не понимает, насколько ей плохо. Тем временем Рода, которая стояла рядом, обняла Рози. — Я знаю, что ты чувствуешь, — сказала она. — Это действительно был ужасный день для тебя, потому что я знаю, как тебе нравится петь и как ты хотела почувствовать в этом конкурсе. — Как ты хотела поучаствовать в этом конкурсе? Тебе стало хоть немного лучше? Хочешь об этом поговорить? Рози перестала плакать. Ее лицо просветлело. После этих слов она почувствовала себя значительно лучше. Она поняла, что у нее есть настоящий друг, который понимает, любит, слушает и переживает, когда другие не могут ничем помочь. — Знаешь ли ты, что слова Иисуса произвели на Самарянку огромное впечатление? Она не слышала ничего подобного ни от своих священников, ни от юдеев. Мысленно перелистав свою прошлую жизнь, она вдруг испытала невидимое ей доселе чувство. Самарянка поняла, что перед ней стоит необычный человек. Желание веков, страница 189-190. Молитва. Дорогой Господь, помоги мне быть другом, который может поддержать, утешить и выслушать, если кто-то грустит и разочарован. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok